Пожарной охране России исполняется 369 лет. За это время служба прошла долгий путь. От первых пожарных дозоров, созданных в 1649 году, до современных пожарно-спасательных частей. В них трудятся самоотверженные, хорошо обученные профессионалы, готовые рисковать жизнью ради спасения других. Сегодня огнеборцев честовали в актовом зале пожарной части. Более 20 человек наградили грамотами и благодарственными письмами. С поздравлением к сотрудникам и ветеранам службы обратился глава города Сергей Бурдыгин. Каждый из вас достоин наград, потому что профессия настоящих мужчин, хотя вот и женщин, и девушек мы сегодня наградили. Но тем не менее вы все рискуя своей жизнью защищаете покой и благополучие наших людей, наших горожан. Я от всей души поздравляю вас. Я считаю, что это очень значимый праздник, юбилейный 100 лет советской пожарной охраны. И хочу пожелать вам хранить традиции советской пожарной охраны, ну и, конечно же, сухих рукавов. Сегодня на вооружении у городских огнеборцев 5 единиц основной и специальной техники. Всего в штате около 100 человек. С начала этого года зарегистрировано 403 выезда. Из них 6 на тушение автотранспорта и 1 на ликвидацию пожара в жилом доме. Мы реагируем на все сообщения, которые к нам поступают. В частности, в 12-й части мы выезжаем на все сообщения, которые происходят у нас в городе. Также и я, и весь начальство состава тоже прибывают к месту тушения пожара. Немалую долю работы по противодействию огненной стихии выполняют инспекторы Государственного пожарного надзора. В этом отделе трудятся 4 человека. Накануне Дня пожарной охраны у них двойной праздник. Нескольких сотрудников повысили в должности и присвоили очередные звания. Начальником отдела надзорной деятельности стал полковник внутренней службы Владимир Приданников. В пожарной охране он служит с 1999 года. Говорит, стать пожарным – школьная мечта. Была зима, жил в первом микрорайоне, шел в пятую школу. И с утра горел жилой дом. Работали подразделения, 102-й на тот момент пожарной части. И вот как-то посмотрел на них, загорелся. Ну и пошел в пожарную охрану. Также продвижение по службе с присвоением звания капитана внутренней службы получил Мусат Агиров. Конечно, несчет за собой в первую очередь увеличение ответственности, изменение объектов, на которых я буду осуществлять надзорную деятельность. Ну теперь это более важные, более ответственные объекты в нашем городе. Ну и конечно, это радость. Это радость для меня, для членов моей семьи. Свой профессиональный праздник пожарные отметят 30 апреля. В этот день многие из них будут на боевом посту, готовые пойти в огонь и прийти на помощь в любую минуту. Просто у них такая работа. Они пожарные. Елена Канина, Денис Гимб, Новости Губкинского.